Всем привет, с вами Reborn, и вы смотрите долгожданный третий выпуск ответов на вопросы. Предыдущий выпуск вышел примерно полгода назад. Я не знаю, что я так долго тянул с этой рубрикой, но давайте я поотвечаю на ваши вопросы, которые вы задавали по предыдущим выпускам. Ну а под этим видосом задавайте свои новые вопросики, на которые я отвечу в следующем видосе. Поехали! Первый вопрос. Как ухаживаешь за своей коллекцией комиксов? Она что, девушка, чтобы за ней ухаживать? На самом деле практически никак. Может быть раз в несколько месяцев уберу с них пыль, да и всё. Электрическая бритва или православный станок? Щипцы. Поэтому я такой бородатый. Следующий вопрос. Планы на лето? Ну как бы сказать. Далее. Планируешь детей? Да, только что вот чертёж закончил. Ещё один вопрос о джазе. Ждёшь ли Форд против Феррари? Я бы покатался на Феррари против Форда, но я думаю ты про фильм, поэтому нет, не жду. Какие аниме хочешь посмотреть? Во-первых, Огненная бригада пожарных. Во-вторых, Доктор Стоун. В-третьих, Семь смертных грехов. Потом, по-моему, Черный Клевер. Сага о Виланде. И каких-то ещё миллиард штук, но я их забыл. Что думаешь о вселенной Овервотч? Трейсер Сасная. Что там с Твичом? Когда стримы? Я так понял этот вопрос про то, когда я буду на Твиче смотреть анимехи? Не знаю, всё зависит от вас. Когда много людей будет смотреть такие стримы, тогда будут такие стримы. Как ты считаешь, какого бы персонажа из комиксов ты бы мог сыграть в фильме? Хм, интересный вопрос, только я не знаю ответа. Вы можете сами мне написать в комментариях, на какого персонажа из комиксов я похож, потому что... И они это... не в курсе вообще. Ну разве что Человека Ядро. Чего бы ты хотел добиться в жизни и твоё понимание жизни? Ну, во-первых, добиться бы я хотел в жизни, чтобы мои родные и близкие ни в чём не нуждались. Обеспечить свою семью. Ну и, конечно же, стать самым популярным блогером в Сия Руси. Правда, хрен я, наверное, этого добьюсь. А моё понимание жизни? Человек должен оставить какой-нибудь след в истории. Я надеюсь, я чего-нибудь такого добьюсь, чтобы обо мне вспоминали через 100, через 200, через 300 лет. Например, ой, это тот чувак, который распаковки снимал. В каком году начал серьёзно собирать комиксы? Серьёзно, ещё не начал. А почему именно Валент? Ты их читаешь или они просто лежат? Ну, если ты про, например, оригинальные синглы, вот такие или вот такие, то они, да, просто лежат, потому что я не знаю языка. Но на русском я, конечно же, читаю. У меня уже вышло два обзора на Икзов Война и на Блашота. И хочу вам по секрету сказать, ещё два грядут. Так что подписывайтесь и ждите. Когда планируешь посмотреть величайший фильм, величайший шоумен? Как только он станет величайшим. Над таким персонажем и сериалом, не связанным с этим персонажем, ты бы хотел поработать. Насчёт сериала. Я бы хотел поработать над сериалом по комиксу Жуй, потому что он является, наверное, одним из самых моих любимых. Но он персонаж, наверное, над моим любимым персонажем, а именно Тёмным Эльфом. Обожаю этого чувака. Если бы был выбор, в какой бы эпохе ты бы хотел оказаться? Знаешь, я всегда думал о том, что я хочу жить в средневековье. Но, если честно, я уже не представляю свою жизнь без компьютера, телефона, без каких-либо гаджетов. Да и как бы медицина тогда была, ну, такая себе. Поэтому я лучше, наверное, останусь в своё время. В чём твой смысл собирания комиксов, если их можно читать на компьютере? Ну, во-первых, я терпеть не могу читать на экране монитора или на экране телефона, потому что у меня тупо устают глаза. Ну, и во-вторых, я обожаю держать книгу в руках. Мне это заставляет огромное эстетическое удовольствие. Да и к тому же, это же выглядит прям очень-очень красиво. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ну, и последний вопрос. Если вдруг, ну, мало ли, ты на улице встретишь лысого, одноглазого, тёмненького мужичка в кожаном пальто и с невозмутимым выражением лица, что ты ему скажешь? Я ему скажу, отстань от меня, грёбаный извращенец. Ну, и вот такие вот вопросики вы задавали мне на этот раз. Вроде бы вопросов было больше, но почему-то такое чувство, что YouTube удаляет некоторые комментарии, и я их почему-то не вижу. Так что, если вдруг, друзья, я не ответил на ваши вопросы, то вы, пожалуйста, не обижайтесь, потому что вины моей здесь нет, это всё грёбаный YouTube. Ну, и под этим видосом я бы хотел вас попросить задавать вопросы, которые вы бы ожидали услышать на приёме у психотерапевта. Мне, конечно, нравится формат, когда я вам просто отвечаю на вопросики, но я бы хотел попробовать улучшить его. Так что задавайте вопросы вон там, вон в комментариях, и на 10 лучших из них, по моему мнению, я отвечу в следующем видосе. Ну, и давайте, наверное, заканчивать на этом. Друзья, если вам понравился ролик, не забывайте ставить под ним лайки, не понравился ставьте дизлайки, кто же вам будет запрещать. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз. Оставляйте комментарии под видео насчёт того, понравился вам ролик или нет. Не забывайте, кстати, оставлять свои вопросики. Ну, а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok